добрый день всем кто зашел в гости на мой канал я как всегда рада вас приветствовать сегодня у меня была такая ревизия по подоконникам я собирала все фиалки которые нуждаются в плановом омоложении ну то есть которые не пересаживались не омолаживались год и более среди этих экземпляров я нашла одну вот такую фиалочку со свежей пересадкой можно сказать с момента пересадки вот в горшок девятку прошло немногим больше месяца где-то максимум полтора месяца заметно что у фиалки есть проблемы проблемы с корневой системой у нее вот такие тусклые листочки хотя по сорту должны блестеть она болтается вот так вот и что я вижу я вижу что по краю горшочка грунт грунт слегка увлажнен а здесь вот сухо ну то есть фиалка влагу не потребляют значит я взяла эту фиалочку заняться ею в первую очередь и вдруг вспомнила о том что недавно под одним из моих видео был оставлен комментарий с описанием проблемы до выращивания фиалок и в этом комментарии было несколько вопросов план сегодняшнего видео в общем то будет таков первое я вам зачитаю комментарий второе мы рассмотрим на примере практически аналогичный случай и третье мы снова вернемся комментарии и будем методом анализа искать ошибки в общем то видео скорее всего получится длинным поэтому кому интересно приглашаю вот у кого нет времени посмотрите позже можно поставить на ускоренную ускоренный просмотр есть такая функция нажимаете и в убыстренном варианте смотрите видео ну а кто вообще не любит смотреть длинные видео тем более с пересадкой тем конечно же сразу до свидания значит так приступаем к первому пункту а именно комментарию райские яблочки купила в ноябре она хорошо цвела когда хотела воды приспускала нижние листья жили душа в душу два месяца в рождество она цвела и 13 повесила нижние листья я думала полила мало и чуть добавила потому как грунт был не сухой 14 картина не изменилась листья висели чтобы не терять время вытянула из горшка и увидела картину как поливала по краю горшка там грунт и мокрый а в середине где корни сухо где сыра там еще и синеватым цветом отдают корни сухие и коричневые сняла повисшие листья убрала пасынки отрезала корни четыре листа сняла на укоренение пока формировала розетку все поставила в тепличку вопрос как засохли корни при каждодневном поливе иногда я поливала насквозь пока вода не появится в поддоне второй вопрос что за синева на корнях и как бы заключение да и вообще мне сказали что этот сорт неприхотлив плохо что я не вижу своих ошибок общем-то очень интересный комментарий вот и видео я думаю будет информативным значит рассматриваем фиалочку до что мы видим видим в принципе похожую проблему да то есть здесь по краю горшочка грунт слегка влажный а вот здесь он сухой то есть все что я поливаю по краю горшка фиалка не впитывает здесь явно корни уже не живые поэтому поэтому влагой не впитывается нечем просто впитываться тусклые листья по сорту они должны блестеть я вам кстати покажу сейчас в сравнении смотрим вот эти две детки они были пересажены в один день но только горшочки это девятки разного формата вот это в таком печальном виде а вот это вот зелененькая сочника и даже собралась цвести фиалки на верхнем поливе на поливе на подоконнике то есть полив не фитильный так единственная разница здесь фиалка посажена верховой торф перлит вот состав грунта как для фитильного полива а здесь фиалка посажена в обычный питательный грунт биомастер с разрыхлителями то есть вот единственная разница значит что мы сейчас будем делать вот эту я пока отставлю фиалочку а вот это мы сейчас достанем из горшочка и посмотрим ее корни это кстати сорт р.м. россыпь самоцвета достаем вот как я со стаканчика 100 граммового пересадила грунт вот этот не усвоились не усвоился корнями вот все корни вот так вот отпадают они явно не живые и есть тут немножко живых корней какая-то часть поэтому фиалка листья не вянут ну то есть тургор листики не теряют потому что корневая система еще не полностью отмерла скажем так какая-то часть живых корней есть все ж таки но большинство уже не живые корни они тоже сухие особенно вот вот они самое главное у нас какие корешки вот это разветвление такое как ниточки по корням идут тоненькие маленькие вот это основные у фиалки корни если они отмирают то фиалка никак не будет потреблять водичку да вот я вам сейчас покажу вот один живой корешок вот здесь я надеюсь видно вот такими меленькие ниточки это называется всасывающие корни вот за счет одного вот такого корешка фиалка в принципе и жила остальные все коричневые сухие так что я буду делать но я в принципе эту фиалку пересажу сейчас на фитильный полив поставлю ее сразу и в 100 граммовый стаканчик так вот видим стволик не развился то есть развитие у фиалки не было совершенно никакого я старые корни оставлять не буду все это я уберу если бы я ее на верхний полив пересаживала то я может и оставила бы старые корешки а так как я ее на фитиль буду ставить то мне старые корни не нужны быстрее и проще нарастить новые у меня нож я протерла спиртом вот этот тонкий стволик хвостик я срежу нижние листочки уберу ну розеточку крас более-менее отформирую и удлиню стволик таким образом вот так наверное вот так вот оставлю и все здесь стволик хороший сухой в общем то можно эту вот этот вот эту верхушечку ставить сразу на фитиль здесь еще я вижу вот такие вот на стволике ниточки я ножничками вот эти вот все ниточки тоже срежу они не нужны это остатки сухие остатки от старых корней которые отмерли зачищать тут стволик ничего фиалка молодая у нее тут еще никакой кожицы на стволике нет и укоренится она очень очень быстро молодые фиалки вообще быстро укореняются быстрее чем старые так все готово так это мы убираем грунт у меня верховой торф с перлитом и немножко пенопласта я часто забываю спешу не пишу дату но вот сегодня хочу подписать сегодня 20 20 01 22 года так обычно я делаю посадку во влажный грунт но сегодня он у меня такой какой-то полусухой поэтому я сверху его пролью вот когда я набираю стаканчик грунт я его не уплотняю вот просто набираю сейчас он немножко уплотнится и фиалка будет лучше держаться стволик я ничего не подсушиваю здесь нет никакого загнивания поэтому дополнительно его подсушивать не нужно а там и так в этом горшочке все сухо было до этого стволика влага не доходило так что никакого загнивания быть не может не должно просто заглубляю по первые листики вот такой вот с проволоки я у меня эти скрепочки держатели и вот все фиалка омоложена так вставляю подписную палочку с датой со свежей и все ставлю баночку сразу на фитиль так что делать понятно да в таком случае если вы видите что у фиалки проблемы то берем по-любому убираем все старые корни и либо переукореняем и на фитиль ставим либо в тепличку здесь уже кто как любит у кого как получается так ну а сейчас давайте приступим к третьему пункту до вернемся комментарию и проанализируем ошибки до в уходе какие человек допустил значит читаем райские яблочки купила в ноябре она хорошо цвела когда хотела воды приспускала нижние листья то есть листочки теряли тургор это о чем говорит это говорит о том что грунт постоянно пересыхал то есть умеренного полива умеренно влажного грунта не было от того что грунт пересыхал отмирали отмирали корешки как раз вот эти тонкие ниточки которые важны всасывающие да я вам уже их показывал они и отмирали жили душа в два месяца то есть в течение в двух месяцев постоянных засушек фиалка еще как-то жила ну то есть какая-то часть корневой системы все ж таки оставалась еще живой и более-менее функционировала в рождество она цвела и 13 повесила нижние листья то есть все уже вся корневая система отмерла и естественно без влаги листья начали терять тургор так я думала что мало полила и чуть добавила потому как грунт был не сухой то есть посмотрели грунт у фиалки листочки подвяли но при этом влажный грунт тут нельзя то есть тут ошибочно думать что фиалка повесила листья потому что она не полита ну как этому как можно так думать если вы видите что грунт влажный до бывает так что фиалка листья листочки теряют тургор да и вы смотрите в горшок и что вы видите грунт везде сухой тогда да значит вы засушили фиалку ее нужно потихонечку отпаивать а если у фиалки тургор потерян у листиков да при этом влажный грунт там уже поле по любому нужно доставать фиалку с горшочка и проверять корневую систему вот вторая ошибка да то есть человек еще полью чуть-чуть так 14 картина не изменилась листья висели понятное дело картина измениться не могла потому что нет нет корней чтобы не терять время вынула из горшка и увидела как поливала по краю горшка там грунт мокрый в середине где корни сухо но этот вот то же самое что я вам показывала на этом проблеме фиалка периодически засушивалась корневая система не развивалась новая да а наоборот то что даже было отмирала и вполне естественно что корни не было вот этих маленьких корней до всасывающих опять же и был полив по краю горшка а корни эту влагу не впитывали то есть грунт по грунту влага не распространялась ну вот как-то тогда значит а в середине где корни сухо где сыра там еще и синеватым цветом он дает что может отдавать синеватым цветом но это по-любому не гниль если бы было загнивание то там не было бы сухих корней сухие корни это засушка гнилые корни да если это какое-то гнилостное заболевание там гнилостный процесс идет во влажной среде да то есть по любому вот это синевая она не связана с каким-то грибком это скорее всего либо грунт какой-то я не знаю может быть удобрение как-то так вот не в не разлагающийся форме выступали либо качество воды тут вот сложно сказать у меня не было такого такой вот синевы ну все видели показывал поэтому здесь я как бы затрудняюсь ответить но скорее всего это связано либо с качеством грунта либо с поливной водой вот корни сухие коричневые ну то что они от засушки постепенно отмирали так как полив все-таки был умеренные более-менее то они не гнили а просто отсыхали так то что сняла повисшие листья убрала пасынки 4 листа сняла на на укоренение это человек поступил правильно в таком случае именно так и нужно делать вот и все поставила в тепличку ну здесь или же переукореняем в тепличке или же на фитиле можно переукоренять вот кстати вот по поводу переукоренения на фитиле я наверное тоже сниму видео потому что очень много нюансов и бывает задают какой-то вопрос а мне сложно на него ответить потому что можно вопрос расценивать в разных плоскостях скажем тогда так ну и вопрос вот как засохли корни при каждодневном поливе иногда я поливала насквозь пока вода не не появилась в поддоне ну как они засохли уже я сказала потому что вот первый пункт идет поливала когда она хотела воды приспускала нижние листья то есть все понятно плюс засушка и если еще был полив такой что вода появлялась в поддоне то вот это засушка чередовалась с таким обильным поливом даже самые неприхотливые сорт постоянными пересушками заливами можно запросто угробить даже самый неприхотливый сорт то есть не думаете что если вы купили какой-то неприхотливый сорт с ним можно делать все что угодно единственная разница в неприхотливости это одни сорта можно два месяца постоянно засушивать и заливать и еще успеть спасти фиалочку а более прихотливые сорта после такого ухода гибнут через пару недель вот вот это единственное в моем случае какая была ошибка допущена я точно также периодически пересушивала грунт а потом возможно поливала больше чем нужно да вот эти две фиалочки они как я уже сказала были пересажены в один день и почему вот с этой все в порядке а у этой возникли такие проблемы я думаю что дело в составе грунта эта фиалка которую я сейчас спасла была посажена в верховой торф с перелитом то есть грунт который быстро просыхает а вот эта фиалочка была пересажена в универсальный грунт вот спирлитом универсальный грунт он более влагоемкий поэтому здесь но пересушки не было хотя полив был одинаковые да потому что сам грунт дольше удерживает влагу поэтому эта фиалка в принципе растет замечательно и все с ней в порядке я надеюсь это видео окажется вам полезным и поможет вам научиться видеть свои ошибки то есть анализировать уход и исходя из каких-то даже мелочей делать какие-то выводы в общем то кому было интересно обязательно ставьте лайки пишите свои вопросы я всегда на них отвечаю и бывают вообще такие вопросы что даже тема для видео появляется вот кто не подписан еще на мой канал конечно же приглашаю подписывайтесь ну и на этом всем всего доброго до свидания подписывайтесь на мой канал